Наверное, впервые ЦСКА проиграл столько матчей в плей-офф. Настолько был, скажем так, неочевидной, нелегкой эта победа. Это уровень команд подрос или что? В чем дело? В принципе, здесь все вместе уровень команд точно очень подрос. Единственное, что и Локомотив, который играл в финале, и Химки, которые очень хорошо выступали в худо сезоне и удачно играли в Магролиге, практически с любым соперником, говорит о том, что уровень команд подрос. И здесь в этом году не было легко, а еще потому, что в какой-то раз один раунд плей-офф. Обычно их было три, всего сейчас было четыре, и все они как-то были не разбиты как до этого. Один-два, а были все позы финала четырех, что наложило на нас дополнительную нагрузку и физическую мораль. Команда, получается, это существует первый сезон. Насколько, скажем, можно прибавить в следующем? При каких-то определенных условиях и при каких-то. Команда всегда может прибавить, тем более, что вы уже сказали, что, по-моему, сегодняшний сезон и какие результаты, в принципе, для команды, существующие первый сезон, очень хорошие. Но, к счастью, или к сожалению, наши мальчики и все приняты, что ЦСКА все будет зависимо от того, какой состав они, какой год они играют. Тем не менее, наверное, не обойтись без воспоминаний о Евролиге. Насколько они сегодня мешают наслаждаться в полной мере жизни? Я не хочу сказать, что они мешают наслаждаться жизнью, потому что жизнь у меня прекрасна и без баскетбола. За его пределами есть чем радоваться. К сожалению, мы не достигли одной из основных целей, которая была поставлена перед нами. Но у нас еще соперник. Сегодня Леша Саврасенко перед матчем подбежал, так вот, поздоровались, пожелали друг другу удачи. Ожидал, что? Чем это все закончилось, как это можешь оценить? В принципе, связываю это с травмой, полученной вчера. С Переша подбежал, что это был очень приятный момент. Лесей всегда был хорошим партнером, бойцом по команде. Поэтому, даже несмотря на то, что он выступает в другой команде, он понимает, что происходит. Все-таки, понятно, сейчас официально у тебя пауза в карьере, в сборной, но насколько, скажем так, это... Насколько официально, насколько я не... Я имею в виду, насколько это серьезно, действительно, на следующие годы. В принципе, очень серьезно, потому что я не Манадеев, а травмы случаются даже в последних днях сезона, поэтому загадывать ничего нельзя. И, конечно, это все-таки, по-моему, футболисты. Это был очень длинный, самый долгий, наверное, если связывать с Литриадой, с Каракасом. В принципе, два года подряд.